За рецензию ответь! Всем привет! Вы только прислушайтесь. Напиши свои контакты. Встретимся, пообщаемся. Этот призыв режиссер фильма «Потому что Шимкенский» адресовал казахстанскому блогеру. Мол, не стоит шутить с создателями ленты про горячих южных парней. Себе дороже выйдет. Сама по себе попытка искренения стереотипов могла бы быть похвальна, если бы все было выполнено на должном уровне. Ведь даже детские мультфильмы сейчас делают намного логичнее и смешнее. Своё недовольство по поводу этого шутливого видео режиссер картины Женебек Женкараев выразил казахстанскому блогеру в личном сообщении. Позже она стала достоянием Фейсбука. Напиши контакты, встретимся, пообщаемся. Не напишешь, всё равно найдём. Пообщаемся, всё нормально будет в рамках закона. Это было самое первое сообщение. После этого он мне писал ещё, что удали выпуск, потому что это мешает мне делать бизнес. Я не понимаю, как такая мелочь, такая, грубо говоря, кустарно сделанная передача может помешать человеку сделать бизнес. Но если это так, то, возможно, просто человек не тем и занимается чем-то. Кому что, но режиссёры видео не на шутку задело. По словам Женкараева, никто, кроме профессиональных кинокритиков, не имеет права оценивать его труд. Шенкенские – это люди, и они среди нас. Сейчас кинокритики критикуют. Я не считаю, что это кинокритики, потому что у них даже 100 тысяч подписчиков нет. И их никто не выбирал как кинокритика. То есть они самозванцы. За свою репутацию, говорит Женкараев, он будет биться до конца. То, что черных очерняет мою репутацию, это он просто на этом фоне хочет себя распиарить. Он хочет, например, сейчас будут смотреть это ревью миллионы зрителей, и они будут уже думать, кто это такой черных, и будут по нему подписываться. А может, лучше встретиться лично, да и решить конфликт мирным путём. Правда, пока желание пообщаться выразила лишь одна сторона – создатель картины. Он написал ВКонтакте и требовал, чтобы я выдал ему свои личные данные, скажем так, чтобы мы могли встретиться и обсудить какие-то вопросы. Я так и не понял, что нам обсуждать, потому что от того, что мы встретимся, ни его мнение обо мне, ни моё о фильме не изменится. На сегодняшний день дело ограничилось лишь злоочным выражением мнения друг о друге и удалением негативных отзывов о картине на одном из киносайтов. Лена Рожуманова, Даурин Мергалиев, Никита Хасанов, Новости Ревью. Звёзды в цепях, на унитазах и в прочих сомнительных образах. В Соединённых Штатах состоялась премия iHeart Radio Awards. Вот уж когда Мадонна почувствовала, что слава покидает её. Певицу пригласили на церемонию не в качестве хедлайнера, а так – статуэтки пораздавать. Главная тема разговоров на красной дорожке – нереальная жара. Плюс 25 при влажности в 60% даже для Голливуда в конце марта ненормально. Чтобы не расплавиться под калифорнийским солнцем, певицы надели платье покороче. Мужчинам же пришлось сложнее. Я надел кожаные штаны, чтобы было прохладнее. Не знаю, чем я думал. Я думал о моде, а не об удобстве, как всегда. А у меня рубашка вся в дырочку, сами видите. Поэтому ветер свободно гуляет по телу. Так что мне намного лучше, чем большинству парней здесь. Закатываю рукава как можно выше. Ужасно жарко. Хорошо хоть темные очки надел. Никто даже в мои глаза не сможет заглянуть. Благо в зале было уже намного прохладнее. И ничто не мешало артистам отработать выступление как положено. В номинации «Инноватор года» победил Джастин Тимберлейк за огромный вклад в музыкальную индустрию. Благодарственная речь артиста уж очень похожа была на выступление Анжелины Джолина на Kids Choice Awards. Все те же слова про то, что не нужно быть похожими на других. Впрочем, закончил выступление Тимберлейк оригинально. Обращением к супруге и будущей дочери. Риана появилась на премии, чтобы представить свою новую песню Better Have My Money. В треке есть и нецензурные слова, которые певица не стала убирать из выступления. Удивила гостей и Мадонна. Певица тоже осталась без статуэтки, но зато спела под аккомпанемент в Тейлор Свифт. Моя любимая гитаристка. В первую очередь хочу поблагодарить Мадонну за то, что она Мадонна. Кстати, Тейлор Свифт и стала триумфатором этого вечера. Ей досталось больше всех наград среди них и самое главное. Хочу сказать спасибо маме и папе, которые смотрят меня. И, конечно, каждый мой фанат должен знать, как сильно я вас люблю. Вы всегда на первом месте для меня. За 10 лет, что я на сцене, мы становимся все ближе и ближе. И сколько? Мадеробным переменам. Выясняла подробности Донара Жуманова. Хотя бы раз в год можно сменить деловой костюм на стилизованный наряд, считает Арманур Муханбетов. Тем более, что одежда кочевников, по словам историка, считается источником вдохновения для многих модных домов. Столь модные сейчас ботфорты – это древняя казахская обувь саптама. Степная одежда была очень модная. Мы должны это помнить и уважать одежду предков. С этой целью мы и решили, что почему бы не попробовать один день хотя бы в году, чтобы казахи, казахстанцы носили предметы казахского гардероба. Конкретная дата для такого дня еще не выбрана. По словам автора, идею он не хочет делать день национальной одежды праздничным. Напротив, он должен выпадать на будни. Мы предлагаем народу добровольно, с искренним сердцем участвовать в этом празднике. Кто не хочет участвовать, это дело его личного выбора. Министерство легкой промышленности отреагировало, сказали, что они поддержат этот праздник. Казахстанский дизайнер Бота Бахыджан идею историка тоже поддерживает. Она и сама шьет стилизованные наряды. Особенно молодежи, особенно студентам, они очень интересуются этим, спрашивают и, конечно, покупают. Думаю, постепенно возрастает именно спрос. А как к возможным нововведениям относятся сами казахстанцы? Этот вопрос мы задали жителям Алматы. Мне нравятся просто национальные костюмы, на самом деле. Я бы одел. Ну, если такой день наметили, тогда можно. Ну, там, с астразами, узорами. Ну, так примерно. Ну, платье, камзол. Ну, саукеля, наверное, бы не стал одевать. И, естественно, сапожки. Шопан и так я одел бы. Не знаю, что там одевать. Судя по общественной реакции, казахстанцы готовы поэкспериментировать со своим гардеробом. Главное, чтобы все было по искреннему желанию, как говорится, без добровольно-принудительных подходов. Донара Жуманова, Ерлана Абдуали и Фил Дашкудайбергенов. Новости ревью. Джей-Зи, Мадонна, Рианна, Бейонсе и другие звезды теперь не просто коллеги. Артисты с мировым именем объединились для общего бизнеса. Против кого дружат знаменитости и как зовут совместное детище? И еще вопрос, а меня возьмут? Такое количество звезд в одном месте можно встретить разве что на Грэмми. Время в своем плотном графике знаменитости выделили не просто так. Все они от Мадонны до Канье Уэста и Бейонсе стали совладельцами музыкального портала Tidal. Так они объявили войну незаконному скачиванию их треков. Вау! Вы только посмотрите на это! Здесь же все, разом, вместе со всеми нашими фанатами, мы пишем историю музыкального бизнеса. Нет скачиванию в интернете. Теперь все самое качественное из первых рук. Адам Ливайн в «Звездном заговоре» никакого участия не принимал. Солист группы Maroon 5 стал продюсером собственного шоу талантов. По словам исполнителя, проект под названием Songland поможет молодым композиторам наладить сотрудничество с мировыми звездами. В мире много шоу по поиску певцов, танцоров, но никто почему-то не ищет композиторов, а ведь именно от них зависит популярность трека. Экс-футболист Дэвид Бэкхэм продолжает покорять индустрию нижнего белья. На днях спортсмен выпустил шутливую рекламу новой линейки. Компанию мужчине составил его партнер Джеймс Корден. ДНД – белье для мужчин с прекрасным телом. И для Дэвида Бэкхэма. Марго Робби встречается с Брэдли Купером. Эту новость сейчас обсуждают все фанаты американского снайпера. После расставания с моделью Сьюки Уотерхаус актер грустил недолго и нашел утешение в объятиях давно одинокой звезды фильма «Фокус». Санжар Мадиев сыграет супергероя в российском боевике под названием «Защитник». Работа над картиной начнется 21 апреля. Премьера намечена на следующий год. На супергероя сейчас совсем не похож Дильен из группы «Мистерионс». Стало известно, что за молодым человеком охотится военкомат. Судя по количеству приходов ко мне домой, либо я претендент номер один, либо сотрудники ГУВД, мои соседи, у кого связи, отпишитесь в директ. Айкин тоже скрывается, только вот от своих преданных поклонников. Все равно нас догнали, настигли и остановили вот эти все машины, которые стоят вот здесь. Все догнали нас, чтобы с Айхына Агаев сфотографироваться. Даже в ресторане нам похавать не дают. Сейчас исполнитель находится на гастролях в Китае. И, судя по записям в Инстаграме, в этой стране его принимают не хуже, чем в родном Казахстане. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Актриса Хелен Миррен стала богатой наследницей. Вот только за сокровища звезде еще придется побороться. В этом ей вызвалось помочь Кэти Холмс, экс-супруга Тома Круза. Обе знаменитости собрались вместе с друзьями на красной дорожке. И не в принужденной обстановке рассказали обо всем по порядку. На премьере фильма «Женщина в золотом» Кэти Холмс и Хелен Миррен сияли от счастья. За время съемок актрисы сдружились и теперь рады лишнему поводу встретиться. Кэти сопровождал на красной дорожке дизайнер Зак Пазен. Хелен же пришла на презентацию в гордом одиночестве. Обожаю Хелен. Мы так мало времени провели на съемочной площадке, но я надеюсь, что мы поработаем вместе еще. Мы отлично провели время. Она такая милая, такая талантливая. Миррен сыграла в драме наследницу венского фабриканта Фердинанда Блохбауэра Марию Альтман. Женщина хочет вернуть себе фамильные ценности, которые были расхищены во время Второй мировой войны. Теперь бесплатно. Новые фильтры в Инстаграм стали доступны всем. Дорогу молодым. Закир из Домино споет с шестилетней девочкой. Не в глаз, а в бровь. Куда уходит натуральная красота. Дышать станет легче. Новый формат свадеб в Казахстане. 15 старых фильтров в Инстаграме уже мозолят глаза. Все одно и то же. А суперпрограммы по обработке фото за оригинальные фильтры требуют платы. Но юзеры наконец-то дождались распродажи. Теперь все абсолютно бесплатно. Нынче обработать красивые фотографии не составит труда. Приложение Viseko.com теперь автоматически синхронизируется с Инстаграмом. Стандартный набор фильтров остался. Но внимание нужно обратить на новые, которые в один миг стали бесплатными. Еще одно ноу-хау. Если вы всегда мечтали придумать семейный герб или просто собственный логотип, эта программа всегда для вас. Marksta позволит разработать индивидуальный шрифт, размер и концепцию для вашей идеи. И самое главное, это приложение тоже автоматически синхронизируется с Инстаграмом. Если у вас в руках телефон, а селфи щелкать вам не комильфо, скачивайте Ordinary Factory. Фильтры и настройки подготовлены специально для индустриальных кадров. Улицы, дома и сады. Как сообщают разработчики, это приложение для истинных любителей минимализма. Кстати, все фильтры там с недавних пор бесплатные. Для истинных хипстеров тоже есть приложение. Буквально вчера разработчики Hipstagram сделали свое детище бесплатным для скачивания. Стандартный набор фильтров и функций тоже фри. А вот обработка премиум-класса обойдется вам в один доллар. Голымжан Молдоназар один из первых, кто использует эту программу для обработки своих снимков. Участник и продюсер группы «Домино» решил записать трек с шестилетней девочкой. В чем же дело? В феноменальном таланте малышки или в щедром спонсировании ее родителей? Все точки над «И» расставит следующий материал. Теперь Закир будет петь еще и сольно. Первый трек отдельно от «Домино» артист решил сделать дуэтным. Знакомьтесь, Альмира, 6 лет. Я стану звездой. Амбициозная чата Закир будет еще и продюсировать. С подопечной парень познакомился в гостях у своего хорошего друга. Я всегда к нему приходил, у нее дома короки. Всегда приходила, она пела, 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 пела. Я на нее смотрел, думаю, блин, потенциал есть, девочки. Будущая звезда. Теперь, когда стороны договорились, работа над первой композицией идет полным ходом. Песня называется «Праздник». Само название говорит за себя. Песня веселая, песня о жизни, о прекрасной жизни, о веселье. Вместе с юной певицей в течение всей беседы переживали и ее родители. Мама занимается воспитанием детей, папа добывает деньги, в том числе и для раскрутки чада. Возможно, то, что я не смог, как сказать, воплотить в себе, я хочу воплотить в детям. Я очень горжусь, что у меня такая дочь. По словам продюсера Закира, после дебютной записи он будет продолжать продюсировать Альмиру. Ну и сам, кстати, постарается почаще записывать хитовые дуэты. Неким примером в подобном жанре для него служат Джиган, рэпер Текила и Питбуль. А чем он, собственно, хуже? Вопрос риторический. Сабина Таргаева, Юлдаш Худайбергенов, Новости Ревью. Свадебные хлопоты теперь не будут такими утомительными, как прежде. Лимузин не нужен, ресторан на количество гостей от 300 и выше тоже искать не придется. В Алматы показали, как сегодня модно проводить один из главных дней вашей жизни. И впервые женихи с невестами вздохнули с облегчением. Куда же мы посадим наших троюродных родственников? С подобными вопросами сталкиваются молодожены при подготовке к свадебному торжеству. Как же упростить задачу и сделать все с минимальными потерями? Свадебная выставка в Алматы представила незатейливые варианты создания праздника. Чтобы, как говорится, и гости были сыты, и организаторы целы. Сейчас очень популярно делать свадьбы на открытом воздухе, под шатром. И очень актуально делать выездные свадебные церемонии, то есть за пределами ЗАГСа. Когда это красивая полянка на фоне гор. Бонус таких торжеств – это, безусловно, свежий воздух, красота природы, ну и экономия на оформлении, говорят специалисты. Шоумен Мурат Матурганов с супругой Олесей как раз попали в точку, когда устроили церемонию бракосочетания на открытом воздухе. Стильно и запомнится каждому. Участники группы «Айскрим» тоже поддержали идею такого непринужденного торжества. К сведению, мужская половина группы уже окольцована. У меня была свадьба в индийском стиле. Мы делали ягию по ведическим традициям 14 лет назад. У нас с супругой была оранжевая свадьба, она была тематическая, была изначально задумана на очень малое количество людей. Пока свадебных платьев, впрочем, не отличался большой оригинальностью. Это белые цвета, кружева и пышные фасоны. К слову, классические силуэты будут актуальны всегда. В программу выставки вошло и неожиданное предложение руки и сердца. Отличная идея для будущих женихов. Новоявленным молодоженам осталось дело за малым. Выбрать дату, найти удобную поляну и быть в тренде. Главное, чтобы погода не подвела. Дина Раттеева, Богдан Азаров, Новости Ревью. Запятая, галочка, прямая линия и огромная черная дуга. И это не урок геометрии. Это про брови, которые в последнее время превратились в непонятные фигуры. Специалисты из области красоты бьют тревогу. Далой искусственность. В поддержку натуральности выступила и экс-солистка группы Кешью Мольдера Уильбекова. Модный глянец пестрит статьями о бровях. Специалисты говорят, что пора положить конец всем этим художествам на лице и перейти от искусства живописного к натуральному. Иначе поток шуток-прибауток на эту тему никогда не закончится. Сейчас в тренде брови густые, как у модели Кара Деливень. Многие стилисты даже советуют начесывать растительность на лице, чтобы придать нужный эффект. Я не люблю татуаж, по сути. То есть на теле какие-то там ранки, это же ранки же, по сути. Я не люблю татуаж, у меня нет татуажа, это просто тени. Нужно просто обратиться к мастеру, он все объяснит, как это делается. Нужно купить кисти и тени. И точно так же красить, как у меня брови. Макияж, как и собственно сами брови Макпал Женусовой, тоже являются объектом для обсуждений. Кто-то считает их слишком яркими, кто-то же только за эдакий праздник на лице. Однако специалисты дают корректировки. Она сама выбрала себе свой стиль и себя чувствует очень удобно в нем. Ну мы с ней работали тоже. Ну в принципе я бы поменяла бы много чего, если конечно довериться. А вот кому до бровей совсем нет дела, так это продюсеру Динари Адам. Главное в вопросах макияжа вид со стороны. Ничего не надо, только сделай мне, чтобы я была худая. Это и проблема уже на каком-то. Главное, чтобы я была худая и молодая. Следить за модой смешно, а не следить глупо. И конечно выбор всегда остается за вами, какие брови, так сказать, носить. Рисованные или настоящие. Но прислушаться к информации от именитых мастеров все-таки можно. Артем Обленко, Новости Ревю. Это были Новости Ревю. Без нас не скучать. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова